Город Щелково в центре внимания. С рабочим визитом Щелковский район посетил губернатор Московской области. Основной темой стал старт отопления в домах жителей улицы Центральной. Андрей Воробьев лично проверил работу котельной, от которой зависит теплоснабжение. Ее запуск был произведен 9 октября. Когда включили диплом? В пятницу в 6.45. Потому что люди писали мне, беспокоились. Уже в 12.00 мы были уже в штатном режиме. Ну где-то да, где-то в 9.00 уже все пошло. Вот что запуска котельной до появления тепла сколько времени проходит? 4 часа. Вот здесь 4 часа, потому что 5 домов всего. Активно вопрос с теплоснабжением пяти домов на улице Центральная решался на прошлой неделе. Котельная компания «Городские теплосистемы», от которой зависела подача тепла, была опечатана по причине неуплаты за газ. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Щелковского района было принято решение, из-за долгов собственника люди мерзнуть не должны. В результате 9 октября члены комиссии по ЧАЭС выехали на территорию котельной. Был произведен срез пломбы и подан газ. Сейчас ситуация с теплоснабжением в районе стабилизирована. Напущены все 100% 84 котельных. Все дома стоят уже с теплом. То есть не только что готовы, а уже все в работе. Система электронной записи поможет избавиться от очередей. Работу системы в Щелковской больнице номер 2 губернатор проверил лично. Внедрение новых технологий позволяет принимать около 700 посетителей в день. Однако среди пожилых пациентов пока не все привыкли к сенсорному таблу терминалов. А вот персонал больницы с электронной очередью справляется. Побывал губернатор и в таком актуальном для жителей учреждения, как многофункциональный центр. Здесь также борются с очередями методами технической оптимизации. Сначала проверка и сканирование документов. Только после этого посетители получают талон. Так живые очереди сводятся к минимуму. И мы понимаем, что время ожидания можно снизить. Основными путями являются повышение квалификации процесса и, конечно, повышение квалификации персонала. Сколько окон сейчас работает у вас? Сейчас окон у нас работают все практически, 23 окна. Проверил Андрей Воробьев, как продвигается строительство перинатального центра. Учреждение здравоохранения, рассчитанное на 150 мест, возводится в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье». Сейчас здесь идут монолитные работы. Устанавливаются окна, укладываются кровля. Открыть центр планируют в следующем году. Александра Гранич, телерадиокомпания «Щелково».